Владивосток как транзитный пункт между севером и югом Китая. Объем логистики через транспортный коридор Приморья-1 растет. Китайские бизнесмены видят в нем огромные перспективы. В чем секрет и почему через территорию России везти товар удобнее, знают мои коллеги. Вечером обработанную древесину начинают загружать в контейнеры в китайском Суэфэнхэ. Ночью поезд двинется в путь и к утру будет во Владивостоке. Оттуда товар повезут по морю в южные порты Китая – Шанхай, Гуанчжоу и Тайцан. Примерно через две недели он будет на месте. Это гораздо быстрее, чем если бы его везли по железной дороге. Компания Юэфэнхэ начала работать по такой схеме не так давно, но уже успела подсчитать, что оптимизация логистического маршрута позволяет сэкономить около 40 тысяч юаней в месяц. Наша компания расположена в Суэфэнхэ и занимается обработкой древесины. Этот новый способ транспортировки нашей продукции позволяет существенно сократить как время в пути, так и стоимость. Это сильно поможет нам в освоении рынка Южного Китая. В этот раз везут 100 контейнеров. Организацией занимается Международная логистическая компания железнодорожных и морских перевозок города Суэфэнхэ. У китайских бизнесменов этот транспортный коридор пользуется большой популярностью. Мы наладили эффективное сотрудничество с российскими железными дорогами и таможенными органами. Стоимость логистических услуг постоянно снижается, что, естественно, делает этот маршрут более конкурентно способным. Всё больше наших логистических компаний начинают им пользоваться, так как видят, насколько это просто и удобно. Всего по маршруту Харбинсу и Фэнхэ Россия было отправлено 10 составов с четырьмя сотнями контейнеров. Из Владивостока их направляли на юг Китая, в Республику Корея и Японию. И в России, и в Республике Корея, и во внутренних китайских портах, в том числе Шанхай и Нинбо, все проявляют очень большой интерес к этому маршруту, так как он позволяет существенно сократить стоимость перевозок и время. Он помогает в развитии логистики и стимулирует движение человеческого и финансового капиталов. Дальше поезда с китайскими товарами во Владивосток из Харбина и Суфэнхэ планируют отправлять чаще. Уже этим летом будет действовать по два регулярных рейса в месяц. А с сентября их количество собираются увеличить до четырёх.